Эксперты предположили, какие риски может таить замедление инфляции в России. РИА Новости, Игорь Русак Граффити с логотипом рубля в Санкт-Петербурге Архивное фото РИА Новости, Игорь Русак Граффити с логотипом рубля в Санкт-Петербурге Архивное фото Москва, 19 апреля РИА Новости Пик годовой инфляции в России Скорее всего, пройден, но это не повод для излишнего оптимизма, считает ряд опрошенных РИА новостей экономистов Они объясняют, что одной из причин стало падение реальных доходов населения То есть людям приходится экономить и совершать меньше покупок, а это может ограничить рост экономики С начала года по 15 апреля инфляция составила 1,9% При этом если в январе недельный рост цен достигал 0,5%, то с февраля замедлился до 0,1%, а в отдельной неделе держался на нулевой отметке В годовом выражении инфляция в марте ускорилась до 5,3%, но, по оценкам ЦБ, в апреле она пока складывается на более низком уровне 5 февраля, полночь 31 Ростат объяснил, с чем связан рекордный рост ВВП «Я думаю, что из-за того, что реальные доходы населения по-прежнему стагнируют, производители и оптовики боятся повышать цены, потому что можно ничего не продать Я думаю, что причина в этом», — сказал РИА Новости, профессор факультета экономических наук в Шиолек Вьюген, в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине и ЦБ Ростат в четверг сообщил, что в первом квартале реальные доходы населения упали на 2,3% Одной из причин замедления роста цен стал неустойчивый спрос Производители и ретейлеры не могут переложить на потребителей повышение НДС и ряд других издержек, считает и главный экономист РФП Дмитрий Полевой «Более низкая инфляция отражает замедление динамики потребительского спроса, влияющего на рост ВВП», — сказал Полевой Оборот ретейла в РФ в марте замедлил рост до 1,6% с 2% в феврале Впрочем, указал эксперт, инфляция снижается и благодаря укреплению рубля, стабильности цен на топливо и нормализации инфляционных ожиданий 8 апреля, 22 часа Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд С ней согласен Евьюген Частное потребление ВВП занимает довольно значительную долю, существенно меньше инвестиций и госектор, спрос публичного сектора на бюджет Рост может быть меньше, чем ожидается, прокомментировал он Другие экономисты таких рисков не опасаются По словам Тимура Нигматулина из «Открытия брокера», замедление инфляции вызывало бы опасения только при низких процентных ставках Полевой из РФП, указывая на негативное влияние на ВВП со стороны потребления, делает акцент на другом факторе Низкая инфляция до СЦБ РФ, возможность перейти к снижению ставки в 2019 году, а это подстегнет рост экономики Минэкономразвития РФ Франья сообщала, что может повысить текущий прогноз роста ВВП в 1,3% на 2019 год при сохранении текущих тенденций Прогноз Банка России по росту экономики на текущий год составляет 1,2-1,7% 18 марта, 8 часов голосуют деньгами Немцы ставят бизнес-рекорд в России вопреки санкциям